рома слышишь а мы предупредили кого-то на поверхности где мы знаешь так как мы предупредили можно было и не предупреждать в том плане что таких точных координат где нас искать я никому не оставил все что было слышно на поверхность это слово любкин ход идем плавать на лодках я надеюсь что если полка камень упал только что надеюсь что если что-то случится то знающие люди поймут здесь вода и здесь может здесь можно плавать падающие камни с потолка мне не очень нравится обычно они не падают обычно они не падают никогда игрок ты имел дело с падающими камнями с потолка впервые и такое естественно чувство не самых приятных пацаны в этом видео мы хотим сделать конкурс хотим разыграть для вас вот такой офицерский противогаз gp7 с коробкой с фильтром сейчас актуальная вещь и практическую пользу может принести ну или на сувенир кому-то годится давайте так для розыгрыша напишите самый оригинальный комментарий на какого сказочного персонажа вам похож господин гном и ровно через а и да и ровно через неделю мы привели определим победителя в нашем инстаграме супер сус в stories и отошли вот такой вот противогазик пубертат увидел мир шо шо мы имеем вся какая ситуация интереснейшая значит сожалению интересно они для только для меня и ромы нам категорически надо туда сегодня нам категорически нужно туда завтра значит ход голы ни единой марки поисковскому ничего вот так стенах торчат напильники да никто не потрогал видно что это не торчаток двадцать восьмого года в конце тупик видно что тупик и меня тянет и понашь мне надо зайти в тупике лежит современная бутылка мир городской минералки и сбойка которой помогли она дальше добита до ковырена это то что пронин занимался недавно в неизведанное полностью то есть там вообще никто не был вообще вообще ну кроме него вот он побывал слышишь подожди а шо по поводу скажи обвалов по поводу скажи шо по поводу аварийности данного места потому что только что только что на рому упала два раза стена уже и так на меня за мной вот так вот здесь плохо но что делать стена именно упала кусочек маленький вот вот такой кусочек стены выбрался за мной в двух метрах а как ты оцениваешь вообще-то эту опасность очень высокая но не на грани безумия то есть не на грани ты думаешь что там тона плиты опустится такое маловероятно может может быть но вероятность не настолько высока вообще ни одному не то что новичку а человеку с пятью годами опыта я бы не посоветовал сюда ходить мы разворачиваемся и плывем в правое крыло там мы разведали недавно с миронахем и там везде нормальная мы только что там были посмотрели там пусть можно полным ходом да да очень осторожно не надо легкомыслия здесь проявлять одно дело когда мы развлекаемся другое дело реально когда уже жизни безопасности угрожает посмотри все камни живые тот тот и сзади тебя и краски написано сзади груз 200 раз маркировка наших лодок очень велика вероятность что может может достаться можем очень осторожно пусть не трогать ничего все живое как сказал рома мы нарушили в структуру шаг равновесие равновесие потому что здесь годами не было людей никто не дышал не кричал не выпускал газ у меня вообще-то смешение такое чувство знаешь страха какого-то бешеного животного да и и блаженство там уже скандал начался короче друзья будем исследовать опасно интересно и мы будем исследовать один груз 200 раз я написал случай совпадение не думаю а что чаще падает стены или потолок потолок вообще тяжело сказать но все-таки потолок а когда она упала невозможно определить не скажу мне кажется обвалы очень свежими честно смотри как подпорка выглядит стенки вообще на дождьем слове целяк мне 40 лет а я целяк все валик уже все валентин уже ушел свою стихию своего хера становишь большая все у меня пробоина что сделать валентин помоги бы ты имеешь опору а я свободном падении я выбег плеча стой 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 нет не а я нужна помощь а стань на ноги я встал уже не прикалываешься или нет я не прикалываюсь валик не нужна твоя помощь обойди меня отпускай меня обойди справа справа это лево возьми мою руку отставь лодку руку мне нужна помощь будет чья-то надо ставить плечо я знаю кто-то подсел под плечо как стул под моем я не прикалываюсь я умираю мне нужна помощь мне надо ставить мое плечо а ты можешь выйти с лодки нет она порвана я так больно а ты ударился или что произошло ладно потом поговорим о том игорек ну куда ты еще лезешь сильней не вставляется я не выйду с к такому рома говоришь и делать я не знаю что делать а у тебя такое было уже не было так куда-то не подними руку мою руку вверх подними на камень на камень тебя может посадить орать только хочется знаешь что чекисты выдергивали плечи пусть и самая больная а я не могу идти так на камень успокойся и скажи что нам делать не надо ставить мое плечо и у вас обставить я сам не на кого ставить если бы я знал ирек ты не умеешь эти вещи делать это категорически нельзя делать без медика ты видела мне не обучен лучше попытаться чем не пытаться конечно ставить его на место есть какое-то базовое движение рома ты знаешь знаком с сайтом это был стул я сидел на стуле вот я как санинка плечо попросил но это так больно вы не получаете вниз как бы напхали и она как-то нет ничего не делать не могу взять руку в локте и могу взять руку в локте а какое движение надо сделать на тебя от тебя вверх вниз объясни пацанам не знаю просто они сейчас держат как бы ну вслепую сустав сейчас вывихнут его нужно вставить с вылазь и словно все очень серьезно то понятно ну что мы что делать давай или вставляем или выходим как есть я не могу так и я так не даду не может ли он саду может насадился мапусте надо ставить печи обязательно я буду пытаться моим телом движением как он так выходит выпадает я не знаю что делать ребят рома не беспокойся не переживай максимум максимум что ты за придется провести долго время в покое вопроса здоровый мужик он визжал именно как девка когда у нее плечо вываливать именно визжал не могу слушать никогда такого от него не слышала с ним был не по телефону мне звонит и визжит просто именно я был рядом когда он звонил думал что это шутка какая я тоже думал что он пьяный он именно визжит эти люди поймите просто он поднимание нам резко решать что делать счет пошел уже на это вот поймите вы поймите что скорее всего это не удастся, сейчас мы его оставим, кто-то остается с ним, потому что он не сошел с ума то есть, пустуем за врачами мы можем аккуратно его на водку получить за этими саморуковыми, ну поймите тогда хотя бы до суши его дотащите ну не шелки, ну все, где же не, мы дойдем до суши, конечно, каким-то образом мне нужно мне нужно как-то вставить плечо тогда вот был момент, когда я просил Диму взять руку она могла сама войти, но она не вошла пока она еще не полностью выскочила, и мышцы сжали спазм мышц, она не дает его вставить давай тогда попробуем тебя транспортировать до сухого так будем решать что-то так почему же дергать, это же наоборот, я дальше его а его надо вставить обратно так можно на тебя его ударить нет, его типа выдергиваешь, потом подставляешь но это же надо знать как делать как позвоночники, их же грамотно надо дергать это же не просто так, что взял, выдернуть так, давай Сузанин, держись, держись я потяну дергать? ну попробуй тихо, тихо, тихо только боль так, держи а у вас есть знакомый травматолог, которого можно было бы затащить сюда? нет, только что ну, придумаем нет, не хочется человек травмирован, это уже не шутки и то, что там шутки, шутки показывали в видео, теперь на полном серьезе человека придется отсюда как-то эвакуировать без руки ты понимаешь, просто что если плечо то возможно это нас ситуация сама отградила от чего-то более страшного ну да, вот тебе и надпись 200 видишь, похихикали вот тебе и фатализм вот тебе и фатализм а тоннели уходят все дальше и дальше это мы только-только за нусунули туда носик вот так вот бывает в жизни иногда ну что сделать, блин это же жизнь жесткая вода ледяная, капец ледяная, да? холодно, капец как сильно я в 5 минут постоял мне дубак вообще сжимается в холодинах реально я трушу сейчас стою есть такое дело вот так вот это история в Киеве была в Уфапале я стою на Новый год то ли что в убежище открывал гермофорточку и уже открыл и неправильно повернул руку вывалилась рука просто вот она виснет и все где и упал сразу наступает шок и сразу же наступает адская боль и все он звонит, орет очень холодно я сейчас ее реально трушусь а я чувствую лодка вибрирует а ты химзу под курткой пропустил? нет а это что, филиппляйн? филиппляйн? литочка ну да смотрите, что случилось с подпорной стенкой вот это все скоро вывалится вот коржака такая висит просто в свободном падении вот трещина пошла вот этот весь угол здесь выпадет скоро вода это все пропитывает просачивается подтачивает и оно становится абсолютно хрупким кто разбирается в ребусах что происходит на данной картине вооруженное ограбление один господин пучеглазый заставляет выворачивать карманы второго вот сюда был окна дорогие друзья все кто лазит все кто занимается активным спортом туризмом все кто для военных самые замечательные фонари феникс мы уже много лет пользуем и воды не боятся и нормально себя ведут в подземельях и в труднодоступных условиях везде они всегда вам сохранят жизнь и вашу целую голову всем рекомендую фонари феникс у нас они уже сколько больше 10 лет используются самые разные модели для съемки для полазок на голове для того чтобы в люке светить маленькие супер мощные для кино съемки любые модели на любой вкус и цвет фонари феникс и самое главное что сейчас очень актуально когда бэкауты уже идут по Украине вот сейчас это очень актуально свет нести свет в дома и спасибо что они нам присылают компания феникс большое спасибо что присылаете нам фонари ссылка в описании залетайте ребята берите фонари феникс самые лучшие рома ты вообще не можешь идти идти могу но куда до первого завала ничего вообще боль он не сможет пройти то есть выйти в таком состоянии ты сейчас не сможешь так друзья отправилась экспедиция на помощь за врачом поехал Игорь с гномом мы ждем с Ромой Рома отдыхает отдыхают не трать силы сильно не говори такая боль что я еле могу говорить вообще очень удачно я прилег на лодочку лодочка теплоизолирует меня накрыли кучей шмоток я в химзе химза тоже теплоизолирует я конечно уже мерзну но я думаю что не окоченею потому что холод в таких условиях вот именно в подземных холод это самый страшный то что убивает убивает именно холод вот такая вот казалось бы ерунда порвалась лодка у меня просто была уже травма плеча до этого не такая серьезная но вы видите она сработала и в нужный самый неподходящий момент да я рассчитываю на бейсбол я рассчитываю что получится с медиком вставить плечо мне как-то кто это знает хорошо и с вставленным плечом я хотя бы рукой смогу шевелить сейчас я не могу она даже не висит она скрючена я даже не могу ее повесить вдоль тела потому что дикую боль вызывает я себе слабо представляю как это вообще я не представляю что это такое когда у Лафы такое случалось просто здоровый мужик 200 килограммовый кабан который весь побитый порезанный она движет как девка эту руку говорит я ничего не могу сделать ты прикалываешься наверное он стоит вот так вот я не могу ничего делать и все я тоже я не могу при чем тут рука к тому что идти да он говорит я идти не могу при чем рука идти не могу я тоже не могу идти когда парализуется нервная система у тебя перегруз нервный импульс просто все перебивает хочется свернуться в позу эмбриона и лежать все ты больше ничего не можешь уже слава богу в общем дрожу от холода от дрожи дико болит рука в общем стараюсь не дрожать на скотом пошло как пенсионера в общем правильно ромка ну что ж нам в жизни сколько твой нам уже по 40 еще годик-два и зато потом опытный будешь в доме престарелых да опытный опа запрыгивает как дети в школу ням-ням ты сейчас какуля захочешь вот такая вот петрушка не серьезно ждали мы их долго четыре с половиной часа да мы уже отчаялись мы уже разрисовали сценарий что все уже умерли оказывается они еще живут носилки идут но что нормально все валик ты жив я пизде же хуй все отлично все мы уже хотели но но уже хотели петля но в музе вузе возна идея которая родилась куда я еб 200 грамм ты че еб когда ты успел 200 грамм нельзя вот это ты я тебя ругать буду ты что потом давай не снял давай я испугал ее я испугал ее я испугал ее в общем приключение только начинается держи гном что ты потерял что-то сигареты может это ты в другой карман положил уже исключено у меня нет куртки то есть никуда не положил одно они вывалились вот это по дороге а ты переоделся как-то или что я уже забыл просто как ты был одет не за что ничего не важно другое что мне негде было их забыть в смысле мы потеряли их по дороге и сейчас будет сейчас найдем так сейчас найдем не в этом должно быть я сейчас до сна уже а курить хочешь? объясняю мне сейчас надо закурить секунду я щас буду перетворять на сука что такое дядя потом что-то не случилось ты не веришь ты щас будешь перетворяться на табак с этими со смолами со всей вот эти эфиры там короче поле эфиры там и что произошло? совсем не произошло зашел да за этого долго шли основки 3-4 было нет по часам что было полтрогина все время ешь Игорь сказал что вы в 21.40 зашли в систему а подошли вы к нам в 23.31 час пятьдесят мы не курим похожая ну блядь отдаленно Валентин никто не курит идите бычок где-то там а где? где? он насыревший я ебал сейчас найдем а когда ты последний раз курил? когда ты мог туда лезть? мы спешили как бешеные мы же курили раз в миллион лет то есть спроси у этого у Игоря у вас не было четыре с половиной часа да извиняюсь не слышу это было очень сложное путешествие потому что почему? ну что было самое сложное? давайте выйдем тогда и расскажем я не знаю замахались трошки? конечно это очень сложно это мы шли в полном здравии все подготовленные простая вещь отсюда до выхода на махно то есть через два района я шел ни одного раза не перекурив и сказал ему что мы будем бежать очень медленно он начал по дороге задыхаться темп держал хороший темп очень медленно под конец я даже просил остановиться потому что он убегал очень сильно вперед и по дороге я от паники два раза в конце в самом конце перед выходом два раза потерял дорогу потому что я начал от паники у меня очень много ехать мозги то есть я начал сходить с ума поверьте какая была у меня паника при этом это просто не передать ну мы быстро справились в течении трех минут тем не менее вот такая фигня просто я больше пещеры не ногой шо Игорь да? да сюда точно нет сейчас надо сказать про Игоря вот я обращаюсь к зрителям канала суперсус Игорь первый раз в катакомбах вы прикиньте сколько ему выдало эмоций он попал в лабиринт ой юхай когда мы просто шли сюда он начал плавать на лодке ой юхай того насколько это вообще круто плавать на лодке в заводненке сколько это страшно сколько там обваливаются стены короче Игорь это МВП МВП дня в общем потому что он получил эмоциональный заряд просто на десятилетия вперед такого количества эмоций как получил Игорь не получал никто вообще никогда в катакомбах так что можете позавидовать вот этому парню мне можете он возвращался назад безумцем который сказал мы сейчас будем возвращаться не очень быстро и Роман Олд да он потом начал ровно в середине пути он начал отдыхать посему что сказал Маузер могу добавить еще был один эпик такой драма мне было очень тяжело работать с гномом честно совладать чтобы собрать его направлять на путь истины чтобы он вел потому что он хотел то отдохнуть то то как-то блудил мы останавливались вспоминали дорогу это была такая длинная пауза так это в конце да вспомни что было посередине это для тебя был конец ты понимал что где-то рядом для меня это был темный лес какой-то я просто был в шоке пацан наконец замызал колечко на 5 минут но мы уже хотели Маузера на лодку привязать и просто тащить и вспоминать таким образом путь думаешь получилось бы у нас нет ни в коем случае категорически если вы потерялись честное слово оставайтесь на том же месте ну да это главная тема оставайтесь да я побоялся просто останавливал что мы разменемся где-то ни в коем случае я почувствовал что такое выходить да через более короткую дорогу это просто мы Рову зато покормили латвийским сухпайком армейским разогрели его с ложечки по кассам разогрели ему с ложечки покормили лёжа шоколадочку шоколадочку от виску дали сухпайка военного о все включено к слову я не могу не пускай сигарет ну я не знаю там бычки я не знаю там сигары я здесь я здесь ты понимаешь вот одно это вот все твои проблемы понимаешь до сих пор эта нога может решить любую проблему а ты владеешь трошки не надо не надо вот это полная коробочка дико извиняюсь страшно ну найдите бычок да ну что угодно то есть что-то похожее то есть я не знаю что можно подымить Валик где ты их мог выронить ну где-то вот чё это просто нереально это просто нереально я столько не могу ни курить сколько отсюда до магазина то есть это не тот интервал а вы сейчас чай тепло вы просто отсюда до магазина сейчас а сейчас он курит пошел начальник пошел ну что ты хотел ну это оно оно сейчас не подкурится почему дай сюда не ломайся это я ломаю фильтр я объясню это мой же бычок ну да кури который я подкурил не с той стороны но маленький деталь оно меня не спасет оно сейчас оно спасет вас что в районе трех секунд я не буду так ну давай поехали это максимум так же вот быстро закончится подожди а что ты с коричневого не куришь потому что это фильтр посмотри какой фильтр там бумага ты отломал только что кусок сигареты пол сигареты было а ты выкинул ее за белый бери в рот да бери в рот ну да беленький в рот бери предложение конечно спасибо дорогая ну а что если куришь это у сатаны в рот берешь а ну чего что проснулся или что Одесса христианская держава пацаны у нас тут сейчас начинаются конфликты кажется ни в коем случае никакие конфликты даже промочил одну ногу или что да какой он мокрый как хлющи не получается я еханя сейчас не не тянет да тянет она все просто плохо ну тянет очень плохо давай я подкурю тебе о да да не получится у тебя еханя что хотите пачку найти угу не ходи не ходи никуда никуда не ходи я боялся это просто пипец я в кофе чего так лабиринт потому что да нормальный лабиринт видишь какое ну сочувствуем я упустил момент когда это могло быть ты понимаешь это 5 минут когда это произошло 5 минут потери контроля просто где под землей или на улице это мы снорка ждали снорка ждали оно не канаде не пошло полно ничего ну я понял вы живой целый я вас могу провести куда угодно я вас могу провести в усатого по сухой дороге понятно что я понимаю что дело не в этом чтобы разобраться с комендантским часом дело абсолютно не в этом для начала это уже не важно главное выйти на улицу там разберемся мне нужно купить сигареты выпить не надо выпить куда уже выпить и так уже выпить сегодня уже писать сделал он и человек как тертовый просит ни за что я знаю почему есть теперь давай раздевнем пальцы пальцы я знаю кто то кто то берите снизу берите никого мы пока не берем там есть космическое одеяло количество это вот кто то снарк все ромка давай до завтра давай пока так что решили скажи мы решили нести меня на носилках из-за травм я не могу идти своим ходом а какое расстояние будет ну по катакомбам здесь расстояние измеряется не в километрах а во времени вот такая вот связь пространство и времени по Эйнштейну и по времени это будет долго знаешь мы боялись комендантском части но есть подозрение что мы выйдем когда уже закончится ну да Валите что думаешь вообще получится вынести таким образом а куда мы денемся сколько ну часов 6 нести надо будет нет я думаю меньше ну смотри если вышли быстрым темпом полтора часа полтора четыре пять мы закладываем ну как повезло да я думаю четыре другое скажем так Дима он уже нет вариантов а если это замедлено а по воде в ту сторону у него никаких выходов никаких это дорога киевской трассе поля то есть это стволовые шахты подчеркиваю стволовые а что препарат какое действие делает вертикальные колодцы то есть там нет вариантов он его расслабит или так Рома вы здоровейший мы обязательно продолжим экспедицию без этого уже никуда ты не отмажешься теперь так просто но без меня но мы тебя заменим мы тебе найдем 30 замен за это не беспокойся таких как ты по Арнаутской ходит и пол привоза наймем даже не за 100 гривен а за 70 возьмем кого то так что ты не переживай на замену тебе найдем да какая дружба тут бизнес идет бизнес бизнес тревога а Рома уже еще на один пока выходили тут наговорил так что можешь катиться колбаской у меня еще есть один можешь катиться колбаской на моей мобилке аааааааа как ты уже говорил это вояковские права там водяные знаки стоят так что все вот так бизнес тревоги разговаривают давай бери Рома несите сменяйся ладно так Вообще есть, но в этот раз не брали. Я один сзади, если что, держу. Ноги легкие. Давай, давай, проходите. Я сзади держу. Это где-то тяжелый. Сейчас, стой, дай я передержусь. Сзади назад тогда уже. Тихо как Нома придавила, пацаны. Ромой. Аккуратно, Валентин, ноги целые? Все нормально. Не наступи на Рому. Слышишь, что, Рома, может, пешком пойдешь? Может, кстати. Тут дела не будет. Ты представляешь, какие там штуры, шурфы? Валентин, помогай. Сейчас, Валик, дорогу показывай. Все, кладем на отдых. Ну что, Ромчик, надо вставать, наверное. Это совсем... Нормальная, сильная боль. Вот так вот мы донесли, а нам дальше... А там дальше узкая щель. Да, перепад завала здоровья. Ну что, Валентин, предлагаешь снимать его с носилок, пусть идет с собственными ногами? Нет, не его. Нет, снимаем Ромчика с носилок, пусть идет с собственными ногами. Не получится, знаешь. Почему не получится? Ну, потому что не получится. Ну, у кого-то сделали, может, пройти чуть-чуть. Нам то сколько завалов таких, два или три пройти? Вот таких буквально пару штук, но дальше найдется полоса завала у нас. В смысле, после этих завалов дорога будет хорошая, но потом начнется полоса больших завалов. Валентин, слушай, что думаешь, такие травмы в катакомбах? Это случайность или есть какой-то фатализм? Катакомбы, может быть, что-то нам говорят, может быть, нам не надо было идти дальше сегодня, может быть, там бы нас ждала какая-то масштабная беда. Ну, я себе скажу, наверное, не поверите. Нет, мы могли идти дальше, тут другое. Роме не надо было идти дальше. Вот, может быть, там было что-то нехорошее для него. Для него. Да, может быть, он, к примеру, идиотское предположение. Он обнаруживает на стене надпись про своего деда, которое очень обидно для него и становится для него каким-то этим. Вот, к примеру, вот так. Я не знаю, нет, это всего лишь один из десяти тысяч вариантов. Это же не просто так случилось. Естественно. Не бывает так просто все. Я уверен. Конечно. И не надо нам сегодня вечером в Одессе быть, видишь. Ничего, да. Не надо было сегодня вечером быть в Одессе, надо будет утром быть. Нет, а может, надо было бы специально, чтобы... Чтобы мы утром только приехали в Одессу в город. Сейчас пока будем тут гулять, ходить, Рому спасать, там в наш дом ракета прилетит. Да. И вы в это время останетесь живы, и слава тебе. Ну, так бывает. Слава тебе, Господь, да. Может быть, именно так. Ты вообще, с какого время к войне привык уже? Ты все время в Одессе пробыл? Да, естественно. То есть я обязан быть в Одессе. Я же по катакомбе. Помогаете тут по своей линии? Они же район держат, в Одессе области, в Одессе. Да, то есть... Ты же, как войну воспринял вообще, начало войны? Жутко. То есть... 24-го очень стыдно, я проснулся. Я долго спал, я бы очень поздно лег. Я проснулся от бесконечного писка вот этого ватсапа и телеграма. То есть там... Are you okay? Are you okay? What? Да. Со всех стран, да, включая это вот... Как ты там? Да. Понятно. Ну, как я там? Живой. То есть... Они пишут, война началась. Я говорю, что? Вот так вот. Ну, жутко было, то есть... Никто из нас не ожидал. Ну, как вы? То же самое. Ну, это после падения у нас у меня суставная сумка. Она... Она как бы лежит в ремонте. Периодическое. Я все уже для кейс готовый. У меня сюда, сказать, в периодическом ремонте. Суставная сумка. Ну, суставная сумка, она меня по жизни никак не мешала. Я живу, когда... А как реально шахт вынимают вот так вот на носилках? Это у нас такой человек 16, чтобы... Знаешь, в некоторых случаях, короче, шахт человека по кускам вынимают. Приходится разрезать иногда. Когда уже человек убился, то не могут поднять по завалам, перетащить. Человека разрезают и по кускам выносят. Да, такое было. Нет, такое действительно было. Так поступают, да, если человек действительно убился. А так как он живой, то извините. Ну, в своей задаче, да, вынести его, да, в примерно той же комплектации. Мой зеленый рюкзак, ой, зеленый пиджак мой, не забудьте. Ромчик, аккуратно пошел? Пошел, ёпта, пошел. Очень больно, очень больно. Каждое движение отдается больно. Валентин, пока ты левка. Гном, что там, нам куда? Ну, куда, вперед. Показывай. Ну, вперед. Показывай, куда нам. Куда показывать? А, нам просто прямо, да? Показывай, как ты преодолеваешь это препятствие. Пацаны, ну, как бы здесь прошли носилки, как вы себе это представляете? Посмотрите на эти изгибы. Тут человек без рюкзака еле-еле проходит. Ну, рукавица, варежка. Ты что, обвалы сейчас? Нормально ты разогнался, все. Фух. Знаешь, вот в жизни, когда случается какая-то такая вот непредвиденная штука, понимаешь, что единственное твое богатство, это нифига не деньги. Ребята, две минуты. Это друзья. Да уймись ты там. Это не деньги, богатство. Это друзья. Вот у меня есть такие хорошие друзья, как, ну, Валентин, понятно, мы с ним лазим вместе уже. И дружим. Есть Слава, который в середе ночи бросил все, приехал, с полным комплектом помогает. Есть Максим Снар, который ничтоже сумняшесся, как говорят, взял, сорвался, бросил все. Это риск тоже, он тоже рискует. И он не спасатель нифига, он просто мой друг. Поэтому, ребята, цените своих друзей. Потому что в экс-ситуации, в середе ночи, что кто-то приехал, спасал вас из какой-то жопы, в которой мне страшно даже думать, где я нахожусь. Такая вот история. Цените друзей. Пойдет? Пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok